Слева от загона, затерявшись бурной зелью, начинается дорога в Мариальский каньон. Преодолев несколько метров крутого спуска, оказываешься на живописной дороге, ведущей к нашему водопаду. Чтобы увидеть водопады во всей красе, нужно приезжать весной или после дождей. Наше посещение, увы, водопад был сух. Только у подножья его небольшой озеро, где смельчаки решили искупаться. Мне же пришлось довольствоваться лишь фотосъемкой. Купальника я с собой брать не стала, подумал, что же им делать в горах, и очень горько о том пожалеет. Интересный факт. Вода и время сотворили пик водопада, а стены, наоборот, размыл и сделав такими полукровыми арочными. Этот небольшой ручейок превращается в бурную реку после дождей. Интересно, как это деревья там держатся, на краю обрыва? Думая нашим гидом Павлом, мы продолжили путь к следующему водопаду. Справа склоны увешаны зеленые бахромы. Слева – самшитовый лес, покрытым холмом. А впереди, как голова чуда великана, водопад. Его тоже построила вода. Вот она, вода, текущая в ручьи. Нам пора возвращаться. Красоту этого каньона, этих водопадов, вода создавала много-много лет. Так же, как и раньше, она течет, тихонько промывая русло, питая бурную растительность вокруг. Редактор субтитров А.Семкин А теперь вода еще приносит и отходы жизни и деятельность человека. И как же покощенно смотрятся вот такие завалы в столь красивых местах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова